Лекция хороша 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 из себя ледышку. Поэтому слышали, наверное, ледяная уксусная кислота. Вот это она потому и называется, что уже при температуре 5 градусов, то есть это еще не 0 градусов, когда лед замерзает, а 5 градусов, плюс 5, и она становится льдом. Посмотрите, вы, наверное, знаете, как противоположность. Посмотрите, зола, получающаяся при сгорании деревьев, растений, если ее смешать водой, она очищает грязные предметы. Ну и из вытяжки золы получали белое вещество, которое называется потаж. Ну и, ребята, я хочу вам привести такой пример, реальный, ребята, чтобы вы понимали, что это не какие-то бедные люди собирали потаж, а представьте, у меня сосед подачи дважды луриат Ленинской премии, ну это еще в Советском Союзе была Ленинская премия, такая это высшая награда, академик, дважды герой социалистического труда, академик Жуков. И вот, представляете, человек сжег какие-то деревья, которые сгорные, вот, и гляжу, дождичек начался, вот как сегодня. И представляете, ну ему уже было много лет, около 80, и представляете, этот человек берет железо, которое уже негодное от крыши, и он накрывает, накрывает этот костерик. Как вы думаете, почему он это сделал? А почему? Чтобы зола эта не разошлась, чтобы он надеялся эту золу использовать разумно. Сами понимаете, ребята, можно эту золу было бы, ну и бог с ним, она растворилась, а ребята-школьники, вы знаете, что вы молодцы, что выбрали химию. Почему? Потому что в химии есть разрешенная шпаргалка. Вам не нужно, ребята, зубрить. Вот вы в Менделеевском университете, он профессор Менделеевского университета, ребята, и, ну естественно, он знал, что вы найдете в шпаргалке калий-2-СО3, там стоит буковка Р, то есть это растворимое вещество. И если бы он не покрыл, не накрыл все это дело железом, то это калий-2-СО3 распространилось бы вокруг этого кострища. Ну и вы догадываетесь, наверное, ребята, вот предположите, как бы выглядело весной вот это кострище. Ребята, минуточку подумайте, и те, кто нас слушает за экраном, ребята, подумайте, как выглядит кострище. Ну, я был в пионерских лагерях, и для меня это, знаете, такая реальная картина, и я знаю почему. Я надеюсь, вот я вижу ваши лица и просто думаю, как молодцы, хорошо смотреть на молодых лица. Сегодня день пожилых людей, а вот как хорошо, когда молодые, и, ребята, мне хотелось бы, чтобы лет 90 вы все еще оставались с молодыми. А почему вы останетесь молодыми? Потому что вы пытливые. Вы смотрите, а поднимите руку, кто-нибудь из вас был в оздоровительном пионерском лагере? Вы были? Ага. А сейчас делают костри, большой костер? Сейчас иногда не делают. А раньше ребята вокруг костра собирались, и вот представляете, приезжает первая смена где-нибудь в июне, в июле, и знаете, что видят? Ну, естественно, в центре костра ничего не растет. Понятно, что там все-все-все выжжено. Но постепенно, постепенно, отходя от кострище, что-то появляется. Появляются какие-то травинки. Но вы догадываетесь, что этим травинкам трудно выжить. Здесь, ребята, подумайте, вот я вижу здесь студентов, и студенты могли бы назвать, ну, хотя бы четыре причины, почему после того, как вот травинки появились, потом появляется мощная такая растительность. Ребята, биомасса красивая, зеленая. А потом, через некоторое удаление от центра, ребята, обычная растительность на среднем уровне. Ребята, догадались? Ага, вот я вижу молодой человек-школьник. Ну-ка попробуйте. Ребята, мы с вами начали с этого, с того, что избыток чего-то всегда вреден. Представляете, избыток калий-2-СО3, который недалеко от этого центра дал избыток. И этот избыток угнетает рост растений. Но постепенно уходит, и концентрация этого поташа уменьшается. А вот есть еще изюминка. Как вы думаете, почему этот поташ для нашей местности? Ну, у меня вот дача в Подмосковье. А в Подмосковье, ребята, это кислые почвы. Ну вот, у нас есть торфяники, а торфяники – кислые почвы. На кислых почвах, ребята, урожайность примерно раза в 2, а то и в 4 раза меньше, чем если бы почва была не кислая. Ну и представьте себе, если вы своим родителям, бабушкам, дедушкам скажете, «Бабуль, я не хочу, чтобы ты горбилась много-много на участке, а я хочу, чтобы у тебя урожай был самый лучший». Так оно и есть. Вот у меня, допустим, моя сестренка, она в этом понимает, я ей все это объяснил. И представляете, у нее урожайность примерно раза в 3 больше, чем у соседей. Почему? Потому что она добавляет вот этот потаж, залу в разумных количествах. И, ребята, как вы думаете, когда мы растворили в воде, или потаж под дождем растворяется в воде, среда какая становится? Кислая, щелочная или такая остается? Нейтральная? Какой? Нейтральная? Ну, ребята, вообще калий-20-О3 – это соль. Но эта соль, она гидролизуется по аниону. А когда она гидролизуется по аниону, она дает щелочную среду. И, представляете, была у нас на нашей местности кислая среда, а калий-20-О3 эту кислоту нейтрализовал. И таким образом получилась хорошая, добротная почва. Ребята, вот, знаете, я хотел бы, чтобы вы получали такие знания, чтобы они не были, допустим, многие знают что-то про Австралию. Вот я, честно говоря, в Австралии еще не был. Я не знаю, хочу я туда попасть или не хочу. Знаете, у меня дочка на Australian Open попала на турнир теннисный. Но, ребята, туда лететь, знаете, сколько? Часов 12-13. А когда из Москвы туда летишь, сами понимаете, она прилетела, уставшая, невозможная. Там нужно только быть миллионером для того, чтобы в бизнес-классе, чтобы отдохнуть. И, естественно, вы прилетаете туда, и играть в теннисном турнире тяжеловато. Понятно? Ну, а мы, я знаю многое-многое про Австралию. Ребята, а нужно, и нам в школе многое давали про Австралию, про Америку. Ребята, а нужно, чтобы о нашей местности мы многое-многое знали. Полезного, ребята, полезного такого, чтобы мы с вами жили в идеальных условиях. Вы поняли это? Ну, посмотрите, я горжусь тем, что вот моя бабуля, она мудрая женщина. И, представляете, даже во времена войны, ребята, во время войны мыла было мало. А русские люди были всегда чистые, опрятные, одежда была всегда выстирана. Ну, почему? Потому что стирали, кипятили в щелоке вот этот раствор золы, естественно, зола не грязная, декантировали этот раствор, и получился щелок, щелочной раствор. И таким образом этим раствором вы кипятите белье, и у вас белье будет и белоснежное, и оно будет антисептетическое. Ну, вы знаете, сейчас в Европе говорят, что будут какие-то условия необычные. Посмотрим, к чему приведет вот вся эта зима, как они будут жить. Но, ребята, русские люди, ребята, мы можем выжить в любых условиях. Почему? Потому что мы умные. Мы знаем, как сделать так, чтобы использовать все то, что дала природа. Причем, ребята, вот посмотрите, вы понаблюдаете эту зиму. Я вот сейчас смотрю на Европу, и знаете, и меня в дрожь берет, что они рубят деревья. Ребята, вот во времена Второй мировой войны было много-много деревьев вырублено. А вы догадываетесь, ребята, вот вы не бойтесь, что вы, и гордитесь тем, что вы будущие химики. Люди не могут даже понять, что у нас под окном находится химический реактор. Представляете, а вы скажете, а, понятно, есть химический реактор. Это дерево. Ребята, это не в виде какого-то сосуда, а это дерево огромное. У него огромная биомасса. И вот эта биомасса поглощает тот избыточный поток энергии, который дает Солнце. И в результате реакции фотосинтеза все говорят о том, что выделяется кислород. Но, ребята, нужно еще помнить, что в результате этого значительно снижается температура. И вот вспомните меня следующим летом. Представляете, все будут возмущаться. Ой, жарища. Ну, знаете, когда жара больше 40 градусов, действительно, это выдержать невозможно. Вы могли бы выдержать 40 градусов? Ребята, мне так комфортно летом градусов 30. Ребята, а 40 – это уже перебор. Ребята, а подумайте, вот насколько меньше температура листочка по сравнению с температурой соседнего воздуха? Вот на сколько? Ну, ребята, конечно, это зависит от того, какие условия внешние. Но будем считать, что у вас температура воздуха примерно 25-30 градусов. Погода солнечная, ветра особо нет. Почему ветер оказывает влияние? Потому что чем больше будет теплообмен листочка с воздухом, тем будет меньше разность. А вот мой крестник, он, знаете, какую сделал научную работу? Ему отец подарил тепловизор. И вот он этим тепловизором замерил температуру листочка и температуру соседнего воздуха. И разница достигала 10 градусов. То есть температура листа меньше, чем температура соседнего воздуха на 10 градусов. Ребята, почему я привожу эти данные? Он эти данные уже на конкурсе научных проектов, он уже предложит. И вы посмотрите. Ну и статья у нас уже в Менделеевском университете вышла такая. Ребята, представляете, 10 градусов. Как раз эти те лишние 10 градусов, которые будут летом во время жары. Представляете, а почему они будут? А потому что люди вырубили деревья. Им нужно обогреться. Ну естественно, ребята, это нужда заставила. Но можно было бы сейчас сделать так, чтобы по-умному не удалять эти деревья, а использовать то, что природа, мать-земля, она для вас накопила. Ребята, под землей, ребята, хранятся запасы энергии в виде чего? В виде угля, нефти, газа. А природа, знаете, за сколько? За миллиарды лет она это копила, копила, копила. Вот мы для планеты Земля, мы как дети. Но дети, к сожалению, неразумные. Но я надеюсь, что вот вы, я смотрю на вас, я думаю, что вы разумные дети, вы понимаете. А, я все-таки сделаю так, чтобы, ну как вот наши предки говорили, вот я вырос, знаете, на каком принципе? Что мужик должен сделать на земле? Значит, посадить дерево. Что? Вырастить сына. И что еще? Ребята, знаете, три вещи, которые должен сделать мужчина. Но одну из них, самое главное, это посадить дерево. Одно дерево, это типа символ. Когда вы посадили рощу, когда вы посадили много, то вы тем самым сделали все, чтобы планета Земля сказала вам спасибо. То есть температура уменьшится. А вы, наверное, знаете, что каждые три года, представляете, леса Амазонки, знаете, насколько сокращаются? Знаете эту цифру? На один процент. Ну, вроде некоторые говорят, мало. Да, ребята, это не мало. Представляете, вот к концу вашей жизни этих лесов Амазонки будет уже на треть меньше. И вы представляете, какая жарища будет на земле. А все кричат, а, глобальное потепление. А будет ли оно глобальное потепление? Оно, конечно, будет. Потому что вы сами этот химический реактор в виде дерева, которое забирало эту избыточную температуру, вы уничтожили. Ребята, это мы к чему? К тому, что, посмотрите, вы видите, что вот этот вот потаж наши предки использовали разумно. Так, чтобы уж если пришлось сжечь, ребята, то нужно все, что получилось в результате сжигания, нужно использовать. Ну, посмотрите, 17 век. Вот этот 17 век, он уже настоящая химия. В этом веке можно было бы придумать. Я надеюсь, что мы с вами на следующей лекции. Следующая лекция, знаете, какого будет у меня? 29 октября. И вы, зная свойства одной кислоты, можете из свинца получить золото. Поднимите руку, кто догадался, как? В реальности. Вот представьте себе, 17 век, алхимик, собралась публика, он взял ложку свинцовую. Все подержали в руках, видели реально, что это свинцовая ложка. Бросил, бросил, вот я привез сегодня, чего я принес? Я принес сегодня кисленькие какие-то предметы. Я принес гранатовый сок, вы знаете, что он кисленький, вишневый сок. Я принес щавелевую кислоту, принес лимонную кислоту. В основном, почему я принес в основном кислоты? Потому что большинство людей все-таки любят кислый вкус. Я не знаю, вы щелочной вкус пробовали или нет? Поднимите руку, кто пробовал? Ага, девушка, а в виде чего вы пробовали щелочной вкус? Ага, девушка мудрая, ребята. Вот посмотрите, сейчас вот, если бы у нас было такое более близкое, но более камерная атмосфера, то я бы рассказал, каждый ребенок, ребята, в каком возрасте, вспомните, вы почувствовали кислый вкус? Ну, я вспоминаю себя вот года три, наверное. Помните, что яблочко, лимон кислый, даже иногда вот этот кислый вкус вызывал раздражение. Девушка правильно говорит, что иногда, иногда ребенок может взять кусок мыла, или девушка шампунь попробовала, ребята, и он дал ей щелочную среду. Вы знаете, что обычно кислое противопоставляется сладкое, кислое-сладкое, а вообще кислое-щелочное. И вот девушка правильно говорит, что когда она, наверное, случайно, знаете как, один раз попробуешь и больше не захочешь, потому что щелочная пища, она невкусная. А я вам расскажу, как я почувствовал эту щелочную среду, ну, тоже, естественно, не специально. Вы знаете, кто специально иногда ест щелочную среду? Вы можете догадаться. Ребята, вот мне нужно такие дать вам знания, чтобы вы удивились, сами удивились, удивили своих родителей, удивили своих друзей, сказали, а я об этом не подумал. Поднимите руку, кто не любит, кто любит щелочную среду? То есть, с ПАЖ примерно 8. Ну-ка, девушка. Кто? Алкоголики. Ну, ребята, алкоголики здесь, она не щелочная среда. Нет, ребята, знаете кто? Вурдалаки, вампиры. Вы знаете, кровь имеет ПАЖ примерно 8. И вы знаете, что кровь – это буферный раствор. Ну, ребята, я думаю, каждый, если вдруг порезали, я думаю, большинство из вас, первое дело, чтобы прекратить ранку, вы послюняли и попробовали кровь. Ну, я не скажу так, что кровь имеет такую щелочную среду. Вот. А для того, чтобы ее замерить, я принес сегодня индикаторную бумагу, универсальный индикатор. Но, ребята, догадайтесь, почему кровь универсальным индикатором мы не замерим ПАЖ? Почему мы не замерим универсальным индикатором ПАЖ гранатового сока, да даже, ребята, даже желудочного сока мы замерим неправильно? Подумайте. Мы с вами через некоторое время к этому вернемся. Посмотрите. Значит, к чему мы с вами сказали, что противопоставление кислое противопоставляется щелочному. Все-таки большинство людей щелочное не любят. И я думаю, что каждый из вас случайно мылили там голову, лицо, и мыло попало. И вы знаете, что щелочь не очень приятная на вкус. Ну, а почему? Потому что мыло, это твердое мыло, это натриевая соль, выше карбоновых кислот, то есть это соль. Она гидролизуется по аниону, а гидролиз по аниону дает щелочную среду. Ребята, вспомните. Это и нужно знать. А почему это нужно знать? Ну, сейчас жизнь такая, что представьте себе, что наши выпускники Менделеевского университета, вот мои выпускники, работают во многих странах. Работают и в Америке, в Англии, в Норвегии, ну и в России на высоком положении. Ну и представьте себе, что вы пришли на какой-то банкет, девушки пришли в красивом белоснежном платье или я вот в белой рубашке и взял бокал красного вина и случайно меня кто-то толкнул и это красное вино оказалось у меня на рубашке. Ну, ребята, только банкет начался, уходить как-то не хочется. Ребята, как сделать так, чтобы охотить с красным пятном неприятно? Как можно поступить? Ребята, если вы помажете мылом, то вот эта вот красная окраска вина, она превратится в голубенькую. Ну, ребята, а идеально вы вспомните Дмитрия Ивановича Менделеева. Девушки, вспомните меня, когда вот будете в такой ситуации на хорошем банкете, чтобы вам не уходить, а у вас белоснежное, или, допустим, вы невеста, ребята, невеста в белоснежном платье, и вдруг раз случайно попало какое-то красное вино. Девушки, как вам, как вы поступите, чтобы вы сказали Дмитрию Ивановичу Менделееву слова благодарности? Всего лишь крылатое выражение. Вот в школе, знаете, в каком? В восьмом или в девятом классе учитель должен был сказать крылатое выражение Менделеева. Подобное хорошо растворяется в подобном. Ребята, помните такое? А ваша задача, ну, в чем заключается смысл человека? Человек – это существо разумное. И вы у менеджера, у гарсона просите «Дайте мне бокал белого вина». Берете с подноса бокал белого вина, льете на это красное пятно, и у вас спокойно вымывается. Хотите? Можете попробовать. Можете с мамой, с папой попробуйте это проделать. Ну, на какую-нибудь тряпочку белую попробуйте беленькую, красную вина капнуть, а потом спокойно, небольшим количеством белого вина вы это все отмоете быстро. Ребята, вот посмотрите, вы видите, что здесь я попробовал подвести вас к тому, чтобы не просто знать формальные знания, получить, а какие-то реальные. Ну, и посмотрите, вот его работа, что он представил совокупность фундаментальных физико-химических представлений, описывающих природу и свойства кислоты оснований. Ну, это известная фамилия, и вы будете на это опираться. Ну, я бы сказал, что вот одно из первых еще представлений о кислотах дал Роберт Бойль. Слышали такую фамилию? Роберт Бойль. Он, знаете, как сказал, кислота – это вещество, энергично растворяющее известняк и способное изменять цвет некоторых растительных красок. Ребята, правда, и современность подходит, что действительно кислота растворяет известняк и способна изменять цвет некоторых растительных красок. Ребята, а откуда это знали? И вот давайте вспомним, чтобы у вас по истории, ребята, это пригодилось. Вы знаете, что царицей Египта была Клеопатра, была такая Клеопатра. И вот, представляете, они зависели от Рима. И для того, чтобы Клеопатре поддержать Египет, чтобы Египет процветал, она что решила сделать? Она решила влюбить в себя Антония, императора Рима. И что она для этого сделала? Ребята, вы видели, наверное, такую картину, когда царица Клеопатра преподносит Антонию бокал с вином, в который бросила жемчужину. Ребята, что получилось? Вы знаете, что такое жемчужина? Состав жемчужина. Девушки, почему об этом нужно знать? Вот это тема сегодняшней лекции. Вы понимаете, жемчуг – это карбонат кальция. А если вы, девушки, будете мыть каким-то моющим средством, то часто моющее средство, оно имеет кислую среду. Но сейчас, знаете, вот у меня жена и дочка ни в коем случае не хотят мыть посуду, а не в посудомойку. Я потом вам расскажу, чем плохо пользоваться только посудомоечной машиной. Догадывайтесь, там трудно чего-нибудь изменить, и значительное количество моющих средств попадает в организм человека. Пока еще молодой, это не чувствуется. А потом постепенно, постепенно, постепенно это может привести к онкологии. Имейте это в виду. Ну так вот, представляете, значит, если вы жемчужину бросаете в бокал с вином, а мы сегодня с вами говорили, что вино немножко содержит уксус, винный уксус. Ну, какая вам разница, какой это уксус? Это уксусная кислота. А вы знаете, что уксусная кислота более сильная, чем угольная кислота, и таким образом у вас растворится жемчужина. Понятно? Так что, девушки, можете маме, бабушке сказать, имейте в виду, что жемчуг, кораллы, нельзя вот их соприкасать с кислотой, иначе человек разрушает хорошее ювелирное изделие. Согласны? Понимаете это? Ребята, многие люди этого не понимают, но я надеюсь, что вы это все понимаете. Посмотрите, возьмем 18 век. Ну, вот здесь работы Антуана Луазье очень важные. Он разработал кислородную теорию кислоты оснований. Ну, а вы скажете, ага, я знаю Антуана Луазье, слышал о нем. И посмотрите, вот его пример, это пример человека, который интересный, гениальный, но правда его теория ошибочная. Ребята, вот его кислородная теория кислотной оснований ошибочная, а сегодня мы с вами будем говорить, как что-то придумали, потом оказалось, что ошибка, потом что-то новое придумали, оказалась ошибка. То есть, ребята, вот на этом примере, на теме сегодняшней лекции вы узнаете, что в поисках истины, знаете, формулу процесса познания, помните такое, вам не выдали раздаточный материал, или выдали, а, ребята, посмотрите, процесс познания от живого созерцания к абстрактному мышлению, от него к практике, а еще теории познания от незнания к неполному и неточному знанию, от него к более полному и более точному, а от него, ребята, к истине. Ну, не знаю, вот, хорошо бы было бы, если бы, когда вам будет лет 90, ребята, вам кажется, что это будет давно, еще долго будете до 90 лет идти, но, ребята, уверяю вас, что до 90 лет вы еще узнаете другие теории кислотных оснований, которые я вам сегодня еще не расскажу. То есть, я знаю примерно 10-15 теорий кислот оснований, а вы будете знать уже 20. И, знаете, ваша задача в нужный момент применить. Ребята, а еще для чего вы собрались? Ну, и я должен сделать так, чтобы вы сказали, слава богу, что я пришел на эту лекцию. Ребята, вы должны получить такой жизненный опыт, чтобы он помог вам жить и не бедно, но богато. Вот представляете, Антуан Луазье хотел жить богато. Ну, человек был не бедный. Ну, может, жена. Иногда жены требуют от мужа, чтобы приносил, получал миллион долларов в месяц. Ну, допустим, вот сколько можно. Я могу там миллион рублей в месяц получать. Мои студенты, которые работают в Америке, они, знаете, сколько? У них 10 тысяч долларов в месяц оклад примерно. Но сейчас доллар маленький, а было время, он стоил почти 100 рублей. Так что у них получался миллион рублей в месяц. Ребята, и вот представьте себе Антуана Луазье. Представьте, его гальетинировали. Знаете, за что? Не знаете? Ну, ребята, это времена французской революции. И вы молоденькие и не очень помните времена наши, вот эти 90-е годы, когда разрушился Советский Союз, и была такая пертурбация, некоторые хотели жить безумно богатые. Ну, вот, примерно, наверное, такая же ситуация и во времена французской революции. И представьте себе, что Антуан Луазье в Париже, он, знаете, что сделал? Он сказал мэрии, что он отвечает за снабжение Парижа солью поваренной. Ну, сейчас поваренная соль очень дешево стоит. Ребята, а это было сколько? Больше двух, 250 лет назад. И соль, ребята, стоила очень дорого. А он, наверное, еще больше особые налоги на соль вел. Ну, и представляете, народ, как возбудился. Ну, вот, для меня ситуация с Антуаном Луазье, это примерно та же самая ситуация, что с нашим Чубайсом. Чубайс очень плохо вот сделал для, в 90-е года, для России, и сейчас его, видите, не казнили, а он сбежал в Европу, а вот Антуану Луазье казнили, галлитинировали. Ребята, понятная идея. То есть, вот представьте, поставьте себя на его место, я думаю, а как бы я поступил? Ребята, ну, может быть, жена, вот единственное, что я думаю, жена заставила, вот так вот, знаете, я бы, я бы не стал этого делать, но иногда женщины могут заставить. Ребята, а вы будьте все-таки осторожны, не нужно уж так особенно быть безумно богатым, вы будьте просто не бедным, лучше выше среднего будете. Посмотрите, ребята, дальше, ну, давайте о кислородной теории авогадра. Вы сами понимаете, ведь не дурак же он, а сейчас вы скажете, какая-то кислородная теория. Придумайте, ребята, хотя бы штук 10. Ребята, вот по школьной программе в 9-10 классе, в 9-10 классе вы должны знать 10 оксидов, которые при растворении в воде образуют кислоты. Такие оксиды называются как? Ангидриды. Ребята, ну, и вы скажете, о-о-о. Ребята, среди вас, наверное, есть слушатели, которые 10 штучек ангидридов скажут. Ну-ка, поднимите руку, кто 10 ангидридов. Ага. Ну, правильно, да. Сернистый, серный ангидрид, азотный, азотистый, фосфорный, хлорный ангидрид, хромовый ангидрид. Хромовый ангидрид, помните, какая формула? Хрому-3 Хрому-3. Ребята, имейте в виду, вот я уверен, что среди вас будут школьники, которые будут участвовать в олимпиадах. Сейчас вот начался школьный тур олимпиад, попробуйте, попробуйте в школьном туре победить, потом на окружной тур, потом на городской тур. Я вот сам победитель всесоюзной олимпиады. Это было давно, в 67-м году. И, знаете, я благодарен олимпиадам. Знаете, почему? Потому что они заставляли придумывать. Ну, тогда и вопросы были интересные. Ну, и сейчас, в общем, более-менее интересные бывают вопросы. Так что, поучаствуйте в этих олимпиадах. Они вас многому научат. И вы придумали, а, понятно, что СО2 – это угольный ангидрин. А, представляете, если в школе не дали вот этот СО2 как кислоту, ну, иногда говорят, говорят, углекислота. Хотя, вы понимаете, СО2 – откуда кислота? Это просто растворение в воде даст угольную кислоту. Ребята, давайте я вам приведу, значит, случаи смертельные. Ну, смертельные случаи вы знаете. Два года назад блогерша одна решила устроить хороший, ну, такой, как ей казалось, хороший день рождения. И, представляете, в бассейне она огромный куб сухого льда бросили в воду. Ну, ребят, уж не знаю, как это, неужели она совсем уж не понимала, что делает. Потому что сухой льд – это СО2. СО2 тяжелее воздуха. Значит, если вы бросили сухой лед в бассейн сольдом, естественно, будет происходить испарение, и этот сухой лед будет, этот углекислый газ будет покрывать весь-весь-весь бассейн. А вы знаете, какая летальная, летальная концентрация углекислого газа в воздухе? То есть, человек умирает. То есть, вы вдохнули, и асфиксия. Я вам приведу пример, знаете, какой год? Вы уже были на Земле. Ребята, 2010 год, вам было примерно лет 5, да, 7, наверное, 2010 год. Были уже на Земле. И представьте себе ситуацию. Жара была невозможной. Вот тот год я запомню на всю жизнь. И представьте себе ситуацию. В это лето, ну, люди умирали, умер покойный. Это Подмосковье, станция Куровская. А, знаете, иногда люди пытаются сэкономить. Православные хоронят своих людей на третьи сутки. А эти трое суток обычно хранят в морге. А каждые сутки в морге очень дорого стоят. А кто-то то ли работал на цементном заводе недалеко от Куровской. Есть такая станция Сен-Гигант. А на цементном заводе получают как раз это сухой лед. И вот, представляете, значит, покойника положили в сарае, в погреб и обложили этим сухим льдом. Представляете, пришли люди попрощаться с ним, спустились в погреб. Одного нет, другого нет, третьего. Пять человек, ребята, пять человек оказалось в погребе мертвыми. Ребят, ну вы видите, что, то есть случай с вот этой блогершей, это было всего лишь вот сколько, год назад, наверное. А здесь это было десять лет назад. А я приведу случай, ну слава богу, что не смертельный, но, знаете, такой поучительный. Ну, представьте себе ситуацию. Люди приехали, допустим, ну из Москвы приехали, в Таиланд, из Норвегии приехали в Таиланд, из Германии приехали в Таиланд. А по берегу Индийского океана в Таиланде иногда ходят пацаны, но мужчины, они носят короба с мороженым. А сами понимаете, этот короб с мороженым для того, чтобы поддерживать низкую температуру, там же электричество не подведешь, а у них в этом коробе сухой лед. А температура сухого льда, как вы думаете, какая? Минус сколько? Ребята, минус 60, минус 70. Ребята, представьте, минус 60, минус 70. Ребята, в руках лучше не держите, но руки еще ничего. Ребята, а купили мороженое. И вот я видел, клянусь вам, я гляжу, немец взял это мороженое, и у него это мороженое, оно прилипло к губам. Ребята, и он, знаете, что сделал? Он оторвал. То есть, мужик приехал отдыхать на юг, а у него кровоточит губа. И это уже неделю, а то и две, это у него испорченный отпуск. Ребята, вы поняли идею? Нужно, чтобы вы это знали. Ну, ребята, а про углекислый газ, про эту угольную кислоту многое нужно знать. Почему? Потому что, ну, представьте себе, вы летите в Таиланд, а лететь, ребята, сколько? Больше девяти часов. А это борт самолета, он эвакуирован от окружения. Вы знаете, за бортом вакуум, ну, почти что, пониженное давление. И поэтому внутри, внутри самолета должен просто кондиционироваться воздух. Но, ребята, он должен не только кондиционироваться, но он должен еще регенерироваться, как в подводной лодке. Вот в подводной лодке регенерация углекислого газа, она происходит при помощи губколитого патрона, там перекись натрия. На самолете, ребята, я-то думал, что это обязательно должна быть такая регенерация воздуха, а иногда не включают, летчики не включают. Ну, и когда я туда летел, была ночь, и казалось, ну, понятно, что ночь, хочется спать. Ребята, а вы знаете, что если концентрация углекислого газа увеличилась в 10 раз, то у человека сонливость, ничего не соображает, а вот если в 100 раз, то это уже будет трагедия. Я спрашивал вас, какова летальная концентрация углекислого газа? Ребята, от 5 до 6 процентов. То есть, представляете, вот в воздухе еще есть и кислород, и азот, но углекислого газа между 5 и 6 процентами, и человек погибает. Вдохнул, и человека нет. Понятно? Ребята, а у нас в Сибири эталон считается воздуха, амазонка концентрация 0,038, то есть 0,008 тысячных процента объемных должна быть. Ребята, имейте это в виду. Вот, к сожалению, в школе сейчас на это не говорят, и иногда школьные учителя во время перерыва детей из класса не удаляют. Я сейчас смотрю на вас и думаю, как хорошо, аудитория большая и дышать есть, чем дышать. Но никогда не забуду, как у нас вот в этом здании центральном аудитория не очень большая, а поток был, 200 человек, и уже, знаете, какая четвертая пара. То есть начало было в 16 часов. То есть там студенты весь кислород съели, углекислого газа много, выделили, дышать невозможно. Ребята, и вот там у нас читал лекцию заведующей кафедрой, профессор, ну, средний возраст за 60 и представляете у мужчины инсульт. Ребята, конечно, по молодости может быть вы еще и выжите, можете выжить, но не нужно себя доводить до этого, поэтому будьте всегда бдительны и делайте так, чтобы углекислый газ концентрация не увеличила. Ага, посмотрите, борную кислоту, но я думаю в каждом доме есть борная кислота и у меня тоже сегодня есть твердые кислоты. Вы могли бы придумать знаете сколько, ну, наверное, штук 10 кислот борных. Ага, а вот представьте себе, как сделать так, чтобы использовать вот эти знания, что вы знаете, как кислоту получить. Посмотрите, я здесь привел и яблочную кислоту, и лимонную, и галовую, и молочную, и мочевую кислоту. Ну, я думаю, каждый из вас выберет какую-то свою. Мне вот нравится, допустим, лимонная кислота. Ребята, если ее выделить в чистом виде, она такая жгучая, ядреная. Ребята, не люблю молочную кислоту, хотя вот эта неделя, ребята, эта неделя на Руси, она, знаете, как называется капустная неделя. Попробуйте, ребята, провести синтез ферментативный синтез квашеной капусты. Как раз вот с 1 по 10 октября. Девчонки, попробуйте сделать, и вы порадуете своих родителей, а знаете, чем порадуете? Дело в том, что в квашеной капусте больше полезных веществ, чем в свежей капусте. Почему? Потому что происходит ферментативный гидролиз. Вот. И можно это использовать. Представьте себе ситуацию. Давайте рассмотрим какую-нибудь ситуацию, приближенную к реальности. Вот представьте себе, вы студенты пришли в студенческую столовую. Это так было, ребята, когда я был на вашем месте. Представляете? Ага. Ну, вот я взял вишневый напиток, пришли в столовую, а этот вишневый напиток оказался синего цвета. Ребята, как вы думаете, почему он синего цвета оказался? А? А? Ребята, представляете, целый чан у повара, целый чан синего цвета. Ну, сейчас-то вас этим не удивишь. Ребята, сейчас напитки бывают самые разные. Я сейчас знаю напитки, которые синего цвета. А это было, знаете, когда? В 1967 году. Тогда в Советском Союзе синих напитков не продавали. Мы сейчас с вами получим этот синий цвет. Ребята, значит, посмотрите, если среда будет кислая, то цвет будет вот этот вот, вы видите, малиновая окраска. Вот. А если котел был плохо промыт, или его мыли мылом, или мыли содой, то вот это мыло и сода, оно могло остаться и дало щелочную среду. Ну, посмотрим, получится. Я сегодня утром попробовал вот этот вот опыт. У меня получилось, что напиток стал синего света. Давайте посмотрим, получится, не получится. Но вы сами дома, это безобидный опыт. Каждый человек может это сделать у себя дома. Попробуйте, попробуйте какому-нибудь напитку ягодному добавить, хотите соды, хотите мыло, и вы увидите, что окраска стала синего света. Так, ну мы уже с вами сегодня говорили, что мыло дает щелочную среду. сейчас я, а я пущу по рядам, ребята, а вы посмотрите, посмотрите, что получилось. А те, кто нас смотрит на удаление, ребята, мы вам покажем в конце эту окраску. Ну и ребята, и вы сравните два цвета. ну и ребята, давайте поможем этому повару, который, ну знаете, честно говоря, студенты не очень уж такие вредные, сами понимаете, сейчас бы этого повара уволили. Согласны? Как бы поступили с этим поваром сейчас? Ну представляете, ну что это такое-то? Повар продает, продает негодный напиток. Итак, ребята, ну подожди, еще должно пройти какое-то время, посмотри, мыло не растворилось, ага, сейчас пока дойдет это, дойдет это до верхних рядов, а потом, когда спустите, это, ребята, почему? Потому что кислая, кислая окраска дает гранатовый сок. Ага, ну ребята, я наблюдаю за вами и вижу, ребята, настоящие химики, то есть химия для вас не противопоказана, все нормально. Вы правильно выбрали Менделеевский университет. Значит, итак, вы посмотрели разные-разные кислоты, и я могу тоже вам пустить по рядам кислоты, но я надеюсь, что у вас дома тоже есть. Ребята, вы догадались, почему я принес эти кислоты? Ребята, помогите, кто поможет этому повару, нет, не мне, а повару этому, так, чтобы этого повара не уволили. Вы чего ему скажете? Ну-ка, на тебе вот этот вот из двух кислот выберите ту, которую вы потом выпьете. Ребята, вы догадываетесь, что надо делать так, чтобы никакой об... Ребята, не раскрывайте, потому что знаете, что, оно вот щавелевая кислота, даже, ребята, хотите попробовать, она, знаете, как я вчера набирал, и у меня кожа, знаете, какая такая дубовая. Ну, почему? Потому что я, ребята, я работал на шести различных химических производствах. Представляете, я, когда был студентом, мы варили мыло на мыловаренной фабрике Свобода. Представляете, из плохого жира мы делали очень хорошее мыло, такое, чтобы его можно было продавать по Франции, чтобы можно было девушкам нашим подарить в качестве подарка на 8 марта. Имейте это в виду. Ну, вот я наблюдаю, я вижу, что уже сейчас подойдет к этому фиолетовой окраске. Ага, значит, ребята, вы догадались, что, конечно, можно было бы в этот чан бросить содержимое лимонной кислоты. Почему? Ну, лимонная кислота можно было бы в виде лимона бросить, но поскольку не было у него лимона, можно было бы и лимонной кислоты ему дать. Так, следующее, посмотрите, посмотрите, вот Джозеф Пристли, он первый получил эту газировку, ребята, а про газировку давайте еще что-нибудь скажем, такую, чтобы это было полезно. Вот, наш академик Лео Бакерри, он считает, что с утра нужно выпить стакан газировки, но не сладкой, ребят, не сладкой газировку. Я обычно так всегда делал, вот, но тут академик, ребята, академик медицины, и тоже это посоветовал. Сами понимаете, мы же химики, мы можем только с позиции химии это рассматривать, а вот знаете с каких позиций, что когда вы выпили эту стакан газировки, то атмосфера углекислого газа, которая создается, она всю, все, всю микрофлору, которая нехорошая, она, ребята, удаляет и таким образом прочищает человеческий организм. Ребят, а ему 90 лет, а он еще делает операции. Ребят, представляете, человек 90 лет делает хирургические операции. Поняли идею, поэтому к его мнению стоит прислушаться. Давайте посмотрим следующее, вот посмотрите, противоположность Антуана Лавазье, Деви, Либих, они разработали водородную теорию. Ребята, слышали наверх об этой водородной теории. Посмотрите, я надеюсь, вы слышали такую фамилию, бертоле. Ну, в каждом доме вообще раньше была бертолетовая соль. Вы догадываетесь, ребята, где у вас бертолетовая соль дома? Молодой, что вы где? Ребят, ну вот, знаете, что мне сейчас немножко жалко современных детей, потому что, когда мы были такими, как вы, мы могли химичить, мы могли что-то делать, вот, а сейчас, ребята, я даже не знаю, нужно ли вам делать или нет, потому что, когда я поступал в Менделеевский университет, я 20 разных способов взрыва умел делать, вот, но взорвать атомную бомбу, ребята, я не умел, поэтому я не пошел на ИХТ-факультет, у нас ИХТ-факультет занимается порохами, опасными веществами, хороший, вот, мой сосед, академик Жуков, он как раз на ИХТ-факультете, а я пошел на физико-химический факультет, а физико-химический факультет, он занимается радиоактивностью, работой с радиацией, с тонкими, вот, моя специальность, технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов, и, ребята, не бойтесь, если вы выберете такую специальность, вы научитесь тому, где, чему вас не могли научить в школе, поняли идею? Ну, ребята, сейчас, не дай бог, если случится атомная война, но, знаете, я химик-разведчик военной специальности, и я знаю, как можно выжить, но при ядерном взрыве не очень хочется выживать, вот, поэтому, ребята, вот, это я к чему? К тому, что, посмотрите, вот, бертоле, из бертолетовой соли, которую мы брали, знаете, откуда? Из спичной головки. Ребята, в спичной головке есть много ингредиентов, там, на самом деле, но три ингредиента вы должны знать обязательно, в спичной головке есть сера, бертолетовая соль и перрозит, марганец-2. Понятно? Ребята, вы не химичьте, взрыв не делайте, почему? Потому что, сейчас вас посчитают за террористами, в то время, когда я был школьником, террористов не было, но не считали нас террористами, мы могли просто любознательными быть детьми. Поняли? Когда придете в Менделеевский университет, в Менделеевском университете мы вам реальную химию покажем, и вы все будете делать. Ну вот, посмотрите, вы видите, что в Бертоле, что он обнаружил? Кислоты, которые не содержат кислорода. Посмотрите, синильную, сероводородную, синильная кислота, HCN, это цинистый калий, ребята, это соль, это кислоты. Посмотрите, Деви показал, что соляная кислота, тоже это не содержит кислород, а тоже является кислотой. Ребят, вот давайте я на примере соляной кислоты покажу вам, как, какие заблуждения, ребята, могут, ребят, вот те школьники, чтобы вы не оказались в невыгодном положении. Вы знаете, что концентрированная соляная кислота называется как? Сейчас я вам покажу эту концентрированную соляную кислоту, и вы, наверное, большинство знаете. Ребята, вот в аудитории ребята говорят по-разному, но большинство студентов знают, школьников знают, что это дымящая соляная кислота, а вы согласны, что это правильное название, что это правильное название, дымящая соляная кислота. Ребят, вот в этой аудитории нет вытяжки, и я не буду открывать, вы потом, когда будете уходить, вы можете, вы можете пройти, я открою, и мы с вами уйдем отсюда, будет проветриваться, и таким образом вы скажете, о, а это не дымящая соляная кислота. Ребята, вспомните, что такое дым? Дым – это твердое, диспергированное в воздухе или в газе. А что такое туман? Это жидкость, диспергированная в воздухе. Подумайте, ребята, как бы правильно было назвать дымящую соляную кислоту? То есть, продают 36% соляную кислоту, это типа, представляете, вам бы продали туманную соляную кислоту, потому что туман образуется. Ребята, а почему я об этом говорю? все-таки мне нужно помочь вам сдавать экзамен. А в экзамене, в ЕГЭ, там будет вопрос, что такое дым? Представляете, и вы будете думать, а дымящая соляная кислота, это там частички жидкости, они образуют вот эту дымящую соляную кислоту. Нет, ребята, дым – это твердое, диспергированное. Ага, ну, я вижу, что молодой человек, как настоящий химик, доведет, доведет до синей окраски. Ребята, вы поняли идею? То есть, какие-то, ну, ребят, это заблуждение или нет? Представляете, это сколько веков назад, это уже сколько, примерно веков 17 соляная кислота была получена после того, как получили серную кислоту. Ребята, имейте ввиду, как соляную кислоту получали. Берем со стола поваренную соль и ливанули серной кислотой. Я знаю, что многие делают ошибку. Вы напишите реакцию натрий-хлор-твердое плюс H2SO4 концентрированное и посмотрите, что получится. Вы сделали, мне не хотелось бы, чтобы вы сделали ошибку, но уверяю вас, что половина из вас сделает ошибку. Ну, ребята, а в химии все естественно. Раз получили из соли, то естественно эту кислоту назвать соляной. Ребята, потом, когда пойдете, покажете мне, вы ошиблись или нет. Ребята, чтобы в ЕГЭ вы не ошиблись. Так, ну и посмотрите, гипотеза Аррениуса. Аррениус называется здесь вот. И так, и так иногда называют. Значит, вы видите, что я надеюсь, вы прочитаете это. Ну, посмотрите, вот шведский ученый Сван Аррениус был образец для подражания. В чем? Ребята, представляете, человек защищает всего лишь дипломную работу. Он в Стокгольмском университете и делал дипломную работу. И на этой дипломной работе, ребята, он выдвинул идею, который говорит, что вещества при растворении распадаются на ионы, диссоцируют на ионы. И в растворе образуются заряженные частицы. Эти заряженные частицы могут проводить электрический ток. Ну, и представляете, как восприняла комиссия, которая должна была поставить оценку. Ребята, вот оценка, знаете, как ставилась раньше у них? С похвалой, с похвалой, если вы с похвалой защитили эту работу, то вы можете остаться работать на кафедре университета. Ну, я думаю, что вот присутствующие хотели бы быть учеными. Ну, и он тоже хотел быть ученым, и я тоже хотел быть ученым, и естественно, что я защитил диплом с красным, красный диплом. Это тоже примерно такая же, как с похвалой. Ребята, а комиссия не восприняла эту работу, то есть они считали, что Сванте Рейнерс сделал глупость какую-то. Ребята, но люди мудрые. Ребята, вот догадайтесь, ну, вы еще молоденькие, я гляжу. Я думаю, вы, наверное, не придумаете, как вот эти семь человек, которые должны сказать, поставить ему оценку, как бы они и себя все-таки не оскорбили. Представляете, если они могли бы сказать похвалой, а кто-то им мог сказать, о, идиоты, какую-то глупость они признали. Представляете, какие мудрые люди. Знаете, какую оценку они дали ему? Не без похвалы. Посмотрите, не без похвалы. То есть, его оставили на кафедре. Ребят, но я, когда был вот таким же, как вы, я посчитал, ух, какой мудрой, мудрой комиссии, что они правильно оценили Сванта Ренюса. Но, ребята, сейчас я знаю, что вот в нашем обществе, сейчас буквально, если одна буковка в документе неправильна, ребята, вы обязательно потребуете, чтобы исправились. Знаете, почему? Потому что по молодости, вот я помню, тоже я не обратил внимания, а потом, когда уже подошло время пенсионное давать документы, ребята, там, если какая-нибудь буковка неправильная, документы возвращают. Поняли? И вот у Сванта Ренюса, представляете, если бы он жил сейчас, то его бы не оставили на кафедре. Но, ребята, для меня, это, знаете, чем интересно? Человеку всего лишь 22-23 года, а человек сделал открытие. Ребята, попробуйте тоже молодыми, ну, когда будете, подойдете к диплому, у вас будет диплом бакалавриата, диплом магистра. В нашем Менделеевском университете есть еще диплом специалиста. Вот у нас диплом специалиста. Мы 5,5 лет учились, и вот последние полгода вы можете сделать открытие. И я хорошую сделал работу, и горжусь тем, что моя работа была признана очень хорошей. с похвалой. Ребята, и как по арениусу, что такое кислота? Вспомните, в школе вы изучали теорию электроэлектрической диссоциации арениуса. Кислота, сложное вещество, при диссоциации которого в водном растворе образуется в качестве катионов только иона водорода. Помните, ребята, это? А основание, сложное вещество, при диссоциации которого в водном растворе образуется в качестве анионов только ионы гидроксила. Вот у нас основные положения. Посмотрите, есть соляночка, есть едкий натрий. Ну, посмотрите, натрий хлор это поваренная соль. Вы видите, что это тоже электролит. Посмотрите, вот я в качестве примера привел здесь трифтор уксусную кислоту. Вот, школьники, подумайте, мы сегодня начинали с уксусной кислотой, а посмотрите, трифтор уксусная кислота, какая из них сильнее? Какая? Софтором. Софтором. Ага, ребята, правильно. Ребята, все согласны с девушкой? Конечно, ребята, из-за того, что здесь фтор на себя оттягивает электронную плотность, связь между водородом и кислородом, она становится более полярной. Так, ребята, я думаю, что здесь вам все понятно. идеи Орениуса. Ну, в УЗИ обычно рассматривают уже количественные закономерности. Вы знаете, что такое степень электролитической дистанции, как ее находят. Ага, давайте еще посмотрим. Это будет выставлено, ребята, вот то, что здесь написано, будет выставлено на сайте нашего университета, и студенты, ребята, могут этим воспользоваться. Вот это закон разбавления, закон разбавления вы будете изучать. Посмотрите, ребята, вы получили раздаточный материал, в котором я попробовал, я попробовал дать вам вопросы для самопроверки. Сейчас я возьму этот раздаточный материал, посмотрите, какие вопросы у вас вызвали интерес, затруднения. Ребята, почему углекислый газ часто называют угольной кислотой? Какой теории это соответствует? Мы с вами сегодня говорили это. Ну и вы догадываетесь. Вы понимаете, что здесь можно много-много, а я, ребята, приведу вам пример. Знаете, вот я когда был в каком классе? В восьмом классе всего лишь. Ребята, в восьмом классе мы узнали, что сухой лед это твердая углекислота. Ну, естественно, что мы же любознательные и у мороженицы я прошу небольшой кусочек сухого льда. Для чего? Для того, чтобы сделать газировку. Ну, естественно, что вы будьте осторожны. Естественно, я небольшой кусочек, представьте себе, что если бы я большой кусок сухого льда бросил в бутылку с водой, то у меня могла бы бутылка взорваться. Естественно, небольшой, так, чтобы была газировка. Но я наблюдаю, а что происходит? Ну, вот я не знаю, это блогерша, которая бросила огромный, ребята, огромный, она кусок этой сухого льда бросила в бассейн с водой. Я не знаю, наблюдала она, наверное, не наблюдала. Там я видел этот видеоблог ее, там, знаете, там ничего не видно уже, что произошло с этой водой. Ребята, а вы подумайте, что там, какая вода получилась? Там три мужика прыгнули в этот бассейн, и их не стало. И в том числе ее муж. Представляете? Ну, знаете, некоторые говорят, может, она хотела от мужа избавиться? Нет, ребят, наверное, просто неграмотная, необразованная женщина. И у них ребенок был, то есть, едва ли, что она от мужа хотела избавиться. Ребята, будьте осторожны, она сейчас все еще ведет свой блог. И, представляете, какие она может дать советы? Ребята, что было с этой водой, которую я попробовал? Молодой человек, вы делали когда-то или нет, такое? Ребята, мы часто не думаем о примесях, которые есть в качестве побочного продукта. Я уже вам все подсказки сказал. Ребята, часто этот сухой лед получают на цементном заводе. Представляете, цементный завод, туда привозят известняк, нагревают его, получают негашенную известь и углекислый газ. Углекислый газ в виде газа можно отправить на пищевые производства, газировка, тра-та-та, а можно сделать сухой лед. Это другие цели, это уже не пищевое. Я не знал, что это не пищевое. А когда попробовал, ребята, пить нельзя. Почему? Потому что примеси пыли это негашеная известь. Когда бросил воду, получилась негашеная известь, превратилась в гашеную известь. Гашеная известь это кальций ОН2. А еще с углекислым газом прореагировала и образовалась муть. То есть, представляете, получилась у меня не газировка, а смесь кальций ОН2, кальций СО3, СО2 и всего-всего. Ребята, пить невозможно. Я вам говорил, что вот девушка сказала, что она знает вкус щелочной среды. Ребята, вот я тоже знаю этот вкус щелочной среды вот по этой газировке, которую я приготовил из этого сухого льда. Так что, ребята, имейте в виду, нужно еще учитывать какие-то побочные вещества. Посмотрите, почему сухой лед из короб мороженого непригоден. Вот я вам объяснил, почему непригоден, потому что там имеются самые разные примеси. Третий, ребята, вопрос. Можете ли вы в школьной лаборатории приготовить полоску универсальной индикаторной бумаги? Ребята, вы знаете, в школе обычно имеется лакмус, феноптолиен, метиловый оранжевый. Ага. Я принес вам метиловый оранжевый, метиловый оранжевый. Я надеюсь, что лакмус и феноптолиен вы знаете. А посмотрите, вот если мы возьмем фильтровальную бумагу, взяли полосочку фильтровальной бумаги и смочили ее смесью специально подобранной. Ребята, вот этих трех индикаторов лакмус, феноптолиен и метилоранжевый. Причем, конечно, ребята, это молодцы, что придумали такой универсальный индикатор и получим полосу. Как? Ребята, еще можно, но я к тому, какие есть у вас в школе. Ребята, посмотрите, вот вы получите такую полосочку фильтровальной бумаги и когда вы ну, что можно сделать? Ну, допустим, посмотрим, какой у меня водородный показатель слюны. Ну, ребята, вы знаете, что обычно после еды, ребята, обязательно нужно прополоскать рот. Ребята, и прикладываем к полосочке. Ну, вот у меня примерно между пятью и шестью. Ребята, пять и пять считается это вот обычная, ребята, представьте, даже деслированная вода, у нее ПХ пять и пять. Ребята, и тогда ваши зубы не будут портиться. Поняли идею? Так, пятый вопрос, посмотрите, почему мыло в основном дает щелочную среду водного раствора? Ну, я уже сегодня вам объяснял, но, ребята, вы могли бы сказать, а зачем здесь слово в основном? Вы знаете, сейчас идет еще коронавирус, и вот я в лаборатории своей я положил кусок хозяйственного мыла, и дома я положил кусок хозяйственного мыла. Но, знаете, у меня и жена, и дочка, и студенты плохо относятся к хозяйственному мылу. Знаете, почему? Потому что запах не очень хороший. Но, вы догадываетесь, почему я положил кусок хозяйственного мыла? Потому что хозяйственное мыло дает водородный показатель примерно 11 и выше. То есть, это водородный показатель, который убивает даже вирус бешенства. Вот, я занимался горным туризмом, и я всегда брал в горы, ну, сами понимаете, многого в горы лучше не брать, потому что тяжело. А уж кусок хозяйственного мыла обязательно нужно взять. Почему это так? Никогда не забуду, как приставучие вот еноты, ребята, они такие приставучие, если у вас есть еда, они обязательно попытаются эту еду у вас украсть. ну, и вы от них отбиваетесь, они могут вашу кожу поцарапать, они могут быть бешеные, болеть бешенством. Вот, а если, а вы находитесь на высоте, допустим, 3-4 километра, идти до здравпункта далеко, что вы должны сделать? Вы берете кусок мыла, значит, смываете всю эту кровь, чтобы она у вас не пошла внутрь, и этим хозяйственным мылом еще оставляете, чтобы у вас долго-долго, это как лекарство. И вот хозяйственное мыло, оно убивает вирус бешенства. Поэтому, ребята, я не исследовал на вирус коронавируса, но если он убивает вирус бешенства, а вирус бешенства, ребята, это смертельно опасная болезнь. Поэтому вы будьте осторожны, как я предложил вот своей жене и дочке, я говорю, вы сначала помойте хозяйственным мылом, а потом мылом даб. Ребята, мыло даб, вы пробовали паши? Вы можете сегодня попробовать, я приду с хозяйственным мылом, вы можете посмотреть паши хозяйственного мыла, а мыло даб, знаете, какое имеет паши? Пять. То есть, мылом даб, вы что сделаете? если вдруг у вас микробы здесь на руках образовались, вы их смоете. Ну и ладно, ну и хоть так. Ребята, а если вы хозяйственным мылом помоете, вы не только смоете, вы еще эти вирусы убьете. Поняли идею? Идея понятна или нет? Ну а уж девчонки, вы сделаете так, чтобы у вас кожа была нежная, ну потом уж помойте мылом дав, чтобы смягчить эту кожу. Идею поняли? Так, давайте следующий. Каким образом? А мы с вами говорили сегодня, давайте посмотрим. Ага, вон у нас, ага, молодой человек может прохимичить. Ребята, ага, давайте я покажу аудитории, которые нас смотрят, что, что у нас получилось. Ну, вот было, был тот компот прямо синего цвета. Здесь, видите, сочетание синего и мыльного оказалось. А молодой человек сейчас мне поможет и сюда сыпанет, или давайте я сыпану, вы сыпанете? Он сейчас сюда сыпанет щавелевую кислоту, давайте. Слушатели говорят, а может там нагревание компота способствует? Ребята, сами понимаете, процесс приготовления пищи, это процесс очень, очень такой непростой. Я вам приведу пример, вот представьте себе, что я работаю деканом химико-педагогического отделения, и у меня одну девушку хотят не допустить к синтезу, органическому синтезу, а почему? Потому что она два раза делала синтез, и два раза запорола синтез, а вещества в органике, они дорогие, исходные, и аппаратура дорогая, и преподаватель, а преподаватель хороший, добросовестная женщина, и она говорит, Валерий Михайлович, я вашу студентку не допускаю до лабораторной работы, до синтеза. Ребята, декан должен быть как отцом родным, он должен сделать все, чтобы... Спасибо. Сейчас посмотрим, посмотрим, во что это превратится. Итак, ребята, что должен сделать декан, чтобы... Ну, ребята, это же не просто сказать, поставьте этой девочке зачет. Нет, ребята, надо научить. Как, ребята, можно научить? Ну, ее родители, мои друзья, и, естественно, я звоню и говорю, что вот не допускают вашу доченьку к синтезу, значит, даете ей книгу о вкусной и здоровой пище. Знаете, есть такая хорошая и красивая книжка, о вкусной и здоровой пище. И пусть она по этим прописям приготовит, проведет синтез. Синтез, ну, ребята, сами понимаете, синтез должен быть какой-нибудь такой многоступенчатый. Вот как девушка говорит, там, варить что-нибудь, тра-та-та. Ребята, девушка, вы какой бы синтез, вот чтобы человек научился, научился делать одно, второе, третье. Чего-то такого? Ребята, я ей предложил сделать синтез борща. Вот, я говорю, если она приготовит борщ, если вы съедите, не отравитесь, если вы скажете, что вкусной приготовили, то я уж попрошу Веру Николаевну, хорошую преподавать, она сейчас, ее сейчас нету, Вера Николаевна с кафедрой органики, то я ее попрошу, чтобы она ее дала еще шанс. Ну, все так и было. Девушка провела синтез борща, родители похвалили, попросили меня похлопотать за нее, и девушка получила диплом. То есть, она прошла, 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 сами понимаете, если хотя бы один какой-нибудь предмет не сделан по программе, то диплом не дают. Нужно, чтобы все, все, все предметы были зачтены. Поняли идею? Ага, и давайте еще. Ага, ребята, я сегодня хотел еще вам сказать о буферных растворах. Ребята, буферные растворы это великая вещь, и вы должны знать, ну, по крайней мере, хотя бы три буферных раствора. Ребята, кровь это буферный раствор, и вы знаете, что если вдруг человек потерял кровь, можно физиологический раствор влить, он не содержит крови, но человек выживет, и через некоторое время все восстановится. Это буферные свойства крови. Что такое буферный раствор? Это такой раствор, который не меняет водородный показатель при разбавлении, при добавлении к нему или сильной кислоты, или сильного основания. Поняли? И какое, ребята, вы сегодня, а придете, если вы еще сегодня не ели этот буфер, буферное вещество, то вы съедите. Только, ребята, кто из вас сегодня ел буферный раствор какой-нибудь? А? Ребята, придете домой, и вы, знаете, что сделаете? Вы посмотрите кетчуп. Вот кетчуп, для того, чтобы он был кисленький, вы туда добавляют буфер. Мой любимый кетчуп, знаете, какой буферный раствор содержит? Бензоатный буфер. Там бензоиная кислота и бензоат натрия. И вот этот бензоатный буфер, он, знаете, что, он в течение двух-трех лет будет держать один и тот же водородный показатель. Понятно? А вы придете, значит, посмотрите, а если вдруг у вас не бензоатный буфер в кетчупе, но я думаю, что большинство людей любят все-таки приправу кетчуп, вы там увидите, наверное, не бензоатный буфер, он подороже, там есть, наверное, с лимонной кислотой буфер. Понятно? Ребята, посмотрите, вот, я не знаю, вы помните окраску, молодой человек, помните, окраска была все-таки синего цвета, а сейчас восстановилась и стала красного цвета. Ну, ребята, естественно, лучше было бы добавить не мыло, почему? Мыло дало, видите, немножко муть дало, а лучше было питьевую соду добавить. Поняли? И тогда бы у нас все восстановилось в прежнем варианте. Ребята, спасибо вам за внимание, было приятно с вами общаться. До встречи в следующий раз. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова